ВОЛЖСКИЕ ХОКЕЙНОЕ ЛИГИ В Тюмени хоккей больше, чем хоккей. Местный Рубин болельщик разве что не боготворит. Оттого внимания к команде более чем повышенное. Поэтому подобные ролики далеко не редкость. Переходя от дел виртуальных к делам реальным, напомню, что в серии 1-8 финала плей-оффа ВХЛ тюменцы не без труда переиграли хоккеистов из Сарова. А волжане отправили в досрочный отпуск игроков Южного Урала. Ворота Тюменского Рубина в первом периоде команда в черной традиционной форме, в светлых рубашках хоккеиста ряда. И стала быть четвертьфиналы. Начинаем эту серию опять-таки на выезде. Не зря Рубина стала вторым в регулярном чемпионате волжане 12-е. По ходу встречи рядовцы дважды уступали с разницей в две шайбы. И хозяева, и зрители на стадионе, и в интернете мало верили, что команда из Волоска сможет перевернуть в чеснок на голову и добиться победы. Первым героем дня стал Константин Турукин, который в середине игры при счете 2-0 в пользу Рубинусов смог распечатать голкипера тюменцев. Вторым героем, притом в квадрате, стал Михаил Климчук. В третьей 20-ти минутке, опять-таки проигрывая две шайбы, нападающий Волжан сначала один гол отквитал, а потом и сравнял счет, переведя игру в овертайм. Третий герой – это капитан ряда Марат Валиуллин, который в этот раз оформил решающий гол первого матча 1-4. На пятой минуте дополнительного времени капитан убежал один в один на рандеву с воротчиком гостей и не оставил тому ни единого шанса. В итоге победа 4-3. Хорошая передача, Валиуллин, выход, красок и гол! Да, практически через всю площадку под синюю линию делает передачу Раисов. Валиуллин выходит, правда, под углом 1 на 1 и между щитков шайбу отправляет. В первом периоде мы немножко выпали из игрового ритма, у нас 9 дней был перерыв. Пропустили в большинстве, на что обращали внимание. Рубин – команда мастеровитый, давать им такой шанс нельзя. Я думаю, что немножко у ребят был мандраж. Ну, молодцы, что при счете 3-1 они не опустили рук и делали свое дело. А это уже второй матч, в котором Рубин переиграл Ариаду. По большому счету, таков результат был вполне предсказуем. Хоть Ариада – почти главный поставщик сенсации в этом розыгрыше плей-офф, но вторая победа подряд, да еще и на поле соперника, было бы как минимум наглость. Правда, проигрывать в сухую тоже не дело. Счет 3-0 совсем не тот счет, который отвечал и потенциалу команды. Но что есть, то есть. Лучше вовремя принять холодный душ и вернуться с небес на землю. Вернее, домой, где задача минимум будет не одна победа, как на выезде. Мы победили, по крайней мере, сыграли не так, как вчера. Вчера ввели две шайбы, и это преимущество упустили бездарно. Сегодня, в общем-то, сыграли так, как надо. Не дали сопернику шансов. Итак, счет в серии, который, напомню, длится до 4-х побед, 1-1. Дома надо будет брать две игры из двух, а там как пойдет. Первые в истории ряда домашние матчи 1-4 финала ВХЛ в среду-четверг, 20-21 марта. Начало 18.30. Субтитры подогнал «Симон»!